На портал Экзегет поступил вопрос, и вопрос очень интересный. Что такое подсознание с точки зрения православия? Православие, естественно, опирается на тексты Священного Писания. Отправная точка на христианина — это Христос. Знания о Христе мы с вами получаем из окружающего мира, из созерцания окружающего мира. Но это удел, естественно, великих людей. А мы с вами имеем право, должны и обязаны опираться на Священное Писание, которое Господь оставляет для нас с вами, чтобы мы разбирались с тех вопросов, которые нас интересуют. А Священное Писание отвечает абсолютно на все вопросы нашего с вами бытия. Давайте попробуем разобраться, что же такое подсознание с точки зрения православия. В Евангелии от Марка, в седьмой главе, мы с вами читаем следующее замечание, которое Господь оставляет для нас с вами. «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо изнутри, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихаинство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека. Где же живет вот все это зло, о котором говорит Господь? Ведь ни один человек, ну, по крайней мере, с медицинской точки зрения, как мы привыкли говорить, нормальный человек, не может специально генерировать зло, не может специально генерировать убийство, извращение и тому подобное. Где же, что внутри человека, в общем-то, зашито? Что это такое? Наверное, это и есть то подсознание, о котором был задан вопрос. Ведь мы должны с вами признать, что у человека есть навык, навык его, в общем-то, жизненных обстоятельств. Когда человек усваивает себе те или иные поступки, действия, мысли и так далее, и уже на, как принято говорить в светском обществе, на подсознательном уровне начинает ими пользоваться, начинает их воспроизводить в этот окружающий мир. Что же такое все-таки с нашей точки зрения подсознание? Подсознание – это характер человека, это усвоенные человеком те или иные действия. Если брать на примере греха, о которых говорит Господь, то, что оскверняет человека, то мы можем сказать, что подсознание – это та страсть, которая усвоена человеком. Если брать на примере добродетели, то мы можем говорить, что это тот навык, когда человек удивляется, как сказано в Священном Писании, когда Господь придет в этот мир и скажет, «Придите ко мне, благословенные, и наследуйте Царство Небесное, ибо я алкал, и вы дали мне, накормили меня, ибо я жаждал, и вы напоили меня, был в темнице, вы посетили меня» и так далее. И эти праведники, к которым обращается Господь, скажут, «Господи, а когда мы это сделали? Мы за свою жизнь не помним». И Господь укажет, что когда вы посещали больницы, когда вы принимали странников, когда вы проявляли любовь и милосердие к другим людям, вот тогда вы послужили мне. То есть люди даже не подозревали, эти праведники, что они делают доброе дело. Это было у них на подсознательном уровне. То есть подсознание с точки зрения православия – это усвоенные действия, которые человек совершает уже, ну, скажем так, не обдуманно, не осознанно, но, можно так сказать, на таком уже мышечном уровне совершает те или иные добрые поступки, дела. Или, к сожалению, те грехи, которые уже стали страстью для человека. Поэтому направление богословия как аскетика, а я хочу подчеркнуть, что это богословие именно в действии, в православии большое внимание уделяет именно научению человека быть добродетельным и отвращением человека от его грехов. Так что подсознательный уровень человека – это то, что нами воспитывается и может быть приучено как к доброделанию, так и к греху. На протяжении многих лет вы читаете Священное Писание, вы его хорошо знаете. Может быть, вы только один раз прочитали Священное Писание и уже считаете, что вы его хорошо знаете. Портал «Икзегет» приглашает вас проверить эти знания в своей викторине по Новому Завету, которая подготовила именно для вас вопросы, чтобы вы оценили свое знание Священного Писания. Две с половиной тысячи вопросов по Новому Завету. Те вопросы, которые построены именно на текстах Нового Завета, которые откроют вам глубину Нового Завета и глубину ваших знаний. Заходите, спрашивайте себя, отвечайте, получайте результат, и вы увидите, что вы хорошо знаете Новый Завет. А после прохождения викторины еще лучше будете в нем ориентироваться, разбираться и познавать. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok